генеральный спонсор канала страйкбольный магазин airsoft rules всем привет с вами евгеньевич вы на канале red army airsoft и это продолжение рубрики в которой мы собираем комплект снаряжения для страйкбола на основе какого-то отдельно взятого производителя в этот раз мы будем собирать комплект на тяжелого щитового разумеется под страйкбол но с отсылкой на csn фсб альфа потому как 90 процентов элементов этого комплекта прямо сейчас используются в этом подразделении это официальная информация от gearcraft а еще в сети можно встретить кучу фотографий сотрудников в таком снаряжении кстати о компании gearcraft это устоявшиеся старички рынка хотя в страйкбольной тусовки они можно сказать малоизвестны связано это с тем что большая часть их снаряжения напрямую уходит в тсн фсб ссо министерство обороны российской федерации 45 полк вдв и другие спецподразделения россии минуя страйкбольные магазины хотя специально для страйкбольного рынка у них тоже кое-что есть например реплики шлемов а еще они шьют одежду собирать комплект будем на лёхе вы же помните нашего лёху который много раз светился в геймплеях на нашем канале если вдруг не помните то здесь в подсказках есть пару ссылок на такие геймплеи в качестве одежды мы взяли боевую рубаху и боевые штаны от gearcraft в прообразе штанов узнается l9 от patagonia с элементами арктерикс ткань нюка то есть 50 процентов хлопок 50 процентов нейлон эластичные вставки из оригинальной спандуры все в данном случае в мультиками наколенники сделаны по мотивам арктерик слив а саут панс основа выполнена из кордоры сверху нашита 50 миллиметровая стропа внутренняя часть это вспененный полимер его кстати gearcraft делает штаны с такими наколенниками уже более пяти лет лично я об этом не знал боевая рубаха покроя край ген-3 основа из качественного спортивного трикотажа с кул максом рукава также как и штаны сделаны из нюка со снаряжением все интереснее в качестве основной разгрузочной системы она же сипс мы будем использовать модульную систему она же боевая платформа специалиста атом с интегрированной подвесной системой для щита в качестве дополнительной разгрузочной системы мы будем использовать боевой пояс атом это модульная система во всем ее великолепии вы можете выбрать все разные передние панели задние панели камербанды плечевые подушки разную навесную защиту и нагрудные панели для размещения подсумков и снаряжения собирается все это дело как конструктор под конкретную задачу в нашем случае конкретная задача это собрать комплект щитового для которого важна максимальная площадь защиты но это в реальности и распределение веса которое важно как в реальности так и для целей страйкбола поэтому мы взяли переднюю и заднюю панель универсальные корсетный камербанд расширенные плечевые подушки и комплект кап корсетный камербанд помимо увеличенной площади защиты участвуют системе распределения веса что очень важно когда мы таскаем тяжести а мы тяжести таскаем так как мы таскаем щит кстати обратите внимание что края камербандов всегда заходят за панели не оставляя незащищенных дыр что также является плюсом в копилку защиты внутри спиной панели передней панели и в камербанде вшит пластик благодаря чему атом в собранном виде формирует жесткий корсет повторюсь что это работает как система распределения веса то есть снимает часть веса с ваших плечей и позвоночного столба а еще это просто комфортней в ношении корсетность заложена ватам изначально с любым камербандом ладно почти с любым потому как скелетный камербанд все-таки не особо жесткий чтобы носить тяжести было еще комфортнее мы установили сюда систему распределения веса она нужна чтобы разгрузить позвоночник и перенести вес жилета на кости таза и ноги кстати система распределения веса от gearcraft не требует обязательного ношения боевого пояса и может использоваться только с жилетом если так будет удобней пользователю широкие плечи тоже очень важны в этой сборке потому как подвесная система для щита с установленным на нее щитом все-таки в любом случае нагрузит плечи что касается подвесной системы я думаю стоит подробнее рассказать как ее правильно устанавливать система состоит из двух частей спиной и грудной установка выглядит так спинную часть с молли платформой устанавливаем внутрь задней панели в отсек где нашиты стропы для регулировки камербандов платформа подвесной системы фиксируется к стропам при помощи молли верхние концы строп пропускаем через вырезы в верхней части чехла пропускаем верхние концы строп вдоль плечевых лямок жилета регулируем их по длине и фиксируем подушками боковые концы пропускаем вдоль камербанда регулируем их по длине и фиксируем утяжками к молли стропом так как вам будет удобно по высоте отрегулировать длину строп нужно так чтобы пряжки находились по краям передней панели жилета и до них было удобно достать рукой далее берем переднюю часть системы на отрезок между двумя квадратными металлическими кольцами устанавливаем кубик велкрокрючками к жилету этот кубик нужен для того чтобы отодвинуть щит от тела на фиксированное расстояние и когда щит просто висит он не будет вас бить по коленям а еще у вас будет пространство чтобы достать магазин из подсумка далее ответными частями пряжек пристегиваем переднюю часть подвесной к закрепленным на жилете концам пристегнув затягиваем концы притянув подвес к передней части на ручку щита надеваем хлястик с петлей с быстроразъемным карабином чтобы установить щит в подвес нижний крюк щита вставляем в нижнее металлическое кольцо стропу с карабином цепляем за молли ячейку или за петлю на груди ну или за стропу плечевых лямок нам показалось что удобнее всего цеплять стропу по центру так щит вообще можно отпустить и он останется по центру и его не будет перевешивать влево или вправо хочу обратить ваше внимание что цеплять карабин за верхнее металлическое кольцо подвесной системы не нужно это кольцо предназначено для установки малого щита вант лм если вы зацепите карабин за это кольцо то в опущенном состоянии щит будет слишком сильно отвисать от тела и пользоваться системой будет не так удобно для защиты головы возьмем реплику бронешлема вулкан производства того же gearcraft реплика шлема выполнена и сформованного на оправке стекловолокна форма оправки снята с оригинального шлема так что габариты и форму колокола реплика повторяет достаточно точно перейдем к тому какой боекомплект и снаряжение будет использовать наш щитовой для игры со щитом основным оружием будет пистолет к нему нам понадобится несколько магазинов пусть их будет всем один в пистолете остальные в подсумках три магазина мы разместим в быстром доступе на правой стороне передней панели потому как левая панель у нас будет всегда под щитом и получить к ней доступ будет затруднительно но там мы повесим гранатный подсумок в которой мы внезапно разместим красную тряпку два магазина в закрытых подсумках мы повесим на пояс под левую руку и еще один справа перед кабурой кабура пистолета универсальная тканевая в пустом виде она сминается и имеет низкий профиль баллон с грин газом для магазинов мы разместим в большом напашном подсумке большие баллоны туда не влезут а вот средний с газом fl если заменить на нем крышку на дихлофосную как у газа отмаруй еще как газ отмаруя туда помещается еще лучше но где вы сейчас его найдете у этой утилитарной сумки есть две молнии которые позволяют в зависимости от ситуации быстро получить доступ к содержимому шары лоудер и другие полезные мелочи также размещаются в этом напашном подсумке а кубик который мы поставили не позволит щиту надавить на этот подсумок все продумано а чтобы вам не было страшно от близости баллона с газом к вашим бубен сам в этом напашном подсумке есть самый настоящий кевларовый пакет а если он вас не спасет то в задней части пояса есть полноценная аптечка со всем необходимым конкретно эта аптечка имеет внешний чехол трубу и извлекаемый вкладыш под медицину внутренняя организация вкладыша рассчитана для размещения набора медицины необходимого при кровотечениях огнестрельных и осколочных ранениях например туда помещаются два израильских ипп размером 4 на 6 дюймов рулонный или z-образный гемостатический бинт окклюзионный пластырь типа халу сил а также маркер маленький хис или фонарик карточка пострадавшего и медицинские перчатки в варианте попроще пару отечественных ипп и резиновый жгут на внешней части подсумка есть карман для турникета штатно помещается кат или софт и вот наконец и пригодилась настоящая аптечка в страйкболе ладно расслабьтесь я шучу я очень сомневаюсь что газ в этом подсумке может рвануть и уж тем более нанести какой-то реальный ущерб здоровью но кевлар напашники правда есть более того туда влезет даже небольшая бронеплита щитовик редко пользуется гранатами но на всякий случай одну гранату с активной скобой все-таки стоит иметь ее мы повесим слева за подсумками под магазины слева за гранатным подсумком разместим сброс замечу что сбросом может пользоваться как сам щитовик так и второй номер который не всегда будет иметь возможность дотянуться до своего сброса как вы уже наверное заметили все снаряжение у нас в мультиками но сбросник почему-то в атаксе это дань реализму парни из геркрафт говорят что такой винегрет в цветах очень часто встречаются у реальных сотрудников почему ответ простой сотрудник за пару дней до командировки идет покупать какой-то подсумок этого подсумка в нужном цвете нет ждать пошива времени нет берет какой есть главное что был функционален справа за кобурой разместим дым с активной скобой в подсумок с вытяжным клапаном дым нужен в случае если потребуется прикрыть отход группы так как у щитовика одна рука занята щитом то вариант дыма с активной скобой намного удобнее чем дымы с мембраной или кольцом выбранный подсумок имеет возможность регулировки по высоте поэтому в него помещается такой дым стандартные гранатные подсумки такой дым обычно не помещается ну и вытяжной клапан позволяет быстро извлечь дым на спиной велкро панели повесим большой патч фсб как у реальных бойцов csn рацию разместим на спине очень сомневаюсь что щитовику придется оперативно менять каналы еще на спине разместим утилитарный подсумок на молнии в которой влезает 10 гранат формата егерь они предназначены чтобы ими пользовался второй номер закидывая в комнаты при работе в зданиях по опыту больше щитовику ничего и не нужно щитовик это боец поддержки и основная огневая сила щитовика это второй и третий номер но опираясь на реалии страйкбола случаются ситуации когда щитовику нужно оставить щит и продолжить играть в роли обычного штурмовика эту ситуацию мы тоже предусмотрели в качестве основного оружия мы будем использовать пп витязь он подходит по киту и у него компактные магазины которые можно разместить на передней панели в количестве 7 штук для размещения магазинов мы возьмем однорядное шасси нового модульного нагрудника n7 от gearcraft в шасси помещается целых 7 магазинов от пп19 витязь что в нашем случае более чем достаточно в итоге чтобы сменить кит с варианта щитовик на штурмовик нужно снять переднюю часть подвесной щита и заменить переднюю панель под щитового на панель от нагрудника n7 быстро и просто все элементы этого комплекта вы можете найти в группе вконтакте и на сайте gearcraft а если при заказе в комментариях вы укажете секретный промокод red army то получите 7 процентную скидку промокод действует до конца 2020 года а у меня на этом все как всегда предлагаю обсуждать видео в комментариях не забывать ставить ваши уверенные пальцы вверх подписываться на канал с вами был евгений вич до скорого